всем привет сегодня 24 мая вторник и сегодня я начинаю снимать видео новой рукодельной недели это рукодельной недели у меня начинается с dimensians gold коллекция ангел мелодии немножко даже не привык непривычно потому что я последнее время все время вам показывала панну воду все рассказывала какие продвигаю вышиваю все по она завершилась и теперь я хочу вот так вот активно вести их завершению вот этот дизайн потому что я его начала в этом году и поэтому хочу завершить чтобы не не плодить много процессов потому что и так много начатых поэтому я вот так вот то что начиная в этом году нож хотя бы нужно их завершать конечно как будет получаться если уж мне там что-то не пойдет вот начала и не пошло я не буду сильно себя заставлять самое главное чтобы все было в удовольствие правильно вот и показываю вам то что у меня уже вышито я несколько дней повышевала но немножко там воскресенье вчера чуть-чуть повышевала вчера немного получилось вышить но тем не менее и знаете вчера был такой у меня вечер и вышивала распускала вышивала распускала так как у меня здесь есть смещение и нужно немножко подгонять то я вот как бы начну вышивать по схеме потом я смотрю что как бы у меня не сходится распускаю подгоняю в общем вот здесь у меня был такой очень заколдованный участок вышивки но тем не менее тем не менее я справилась немножко наверное сделать нужно по поближе чтобы я вам порассказывал о каких-то деталях потому что я вышивала здесь также бэкстич причем очень смиренно и терпеливо бэкстич вышила на ленте потом бэкстич вот здесь в юбке вот эти все складочки я вышивала ну принципе здесь не сложно вышивать этот бэкстич вот ножку тоже обвела то что как бы не сложно вот имя нужно терпение вот эти вот вкрапления видите звездочки их тоже нужно вышивать бэкстичем обводить по контуру и такой легкой ниточкой знаете чтобы получался вот этот эффект как бы вкрапление но не ярко все так очень гармонично ну и соответственно вот эти все одиночные крестики вот эти звездочки это постоянно нужно было закреплять нить аккуратненько закрепился вышел опять закрепился и вот тут конечно нужно очень много терпения я этот эту задачу выполнила не везде потому что у меня вот этот участок был еще не вышит поэтому я где была возможность повышевала ленту вот эти вот складки вот эти звездочки обшивала потом перешла на участок вот слева и начала тут исправлять какие-то ошибки тоже знаете вот такая просто кропотливая кропотливая работа потихонечку потихонечку но я решила это все сделать потому что ну можно продвигать работу на таких моментах очень часто как бы происходит слом вот лень да там что-то переделывать либо дело какие-то вот эти одиночки какие-то крепкие но я взяла себя в руки и все это потихонечку сделала и потом вышивала крестики вот здесь я конечно уже оторвалась потому что вышивать здесь легко здесь все в общем-то берешь нитку и вышиваешь без проблем и я прям хорошо здесь повышевала зашила все какие-то хвостики которые были вот с этой стороны тоже хвостики я все подошивала где вы хвостики видите нет хвостиков всего вышила вот и у меня приближается работа к половине мне так все нравится прям очень-очень нравится и не хочется от нее отрываться ну наверное сегодня чуть-чуть отвлекусь на другой процесс и сконцентрирую вообще в свои силы внимание вот над этой вышивкой потому что как я вам и сказала мне все очень-очень нравится приятный процесс легкий интересный и получается очень красиво вот я сегодня сняла скис на поп чтобы показать и вам из себя порадовать как же красиво уже получается ну просто потрясающе вот этот орнамент мне нравится вот этот орнамент здесь все время забываю вышить бэкстич вот когда снимаю видео вроде бы он как бы бросается в глаза я думаю вот сейчас нужно сделать бэкстич чтобы не забыть потом откладываю вышивку и все и потом все это забывается вот так вот этот кусочек у меня и остается под вопросом но нужно будет сделать и кстати еще вот здесь пару штрихов полукреста нужно будет сделать но уже такие-то мелочи главная работа продвигается очень хорошо и мне так нравится сам процесс что не хочется останавливаться сейчас у меня я приближаюсь от красному кафтану мне здесь очень нравится вот эти цвета красные яркие сочные и я вот что буду делать вот с этой стороны слева платье у меня полностью готова вот по эту складку и нужно будет дошить здесь вот платье и будет кафтан поэтому я скорее всего юсна по моей запялю вот как-то где-то здесь и буду вышивать именно вот юбку и начну кафтан чтобы уже фигура уже вырисовалась да и потом уже наверное здесь участок выше ну посмотрим как пойдет вот хочется мне хотя бы вот этот участок вышить чтобы была видна юбка но дальше куда потянет то ли влево то ли вправо не знаю посмотрим ну конечно работа потрясающе мне все очень-очень нравится что по ниткам по ниткам ниточки у меня вот так на планшетках я люблю такую организацию все очень просто вот по ниткам вроде бы все хорошо единственное есть проблема у меня с двумя цветами точнее с одним цветом это так что-то у нас здесь резко сбилась вот это цвет 12 305 вот этот он идет с блендом с металликом кстати у меня здесь вот одна ячейка металлика уже завершилась по моему это было по 28 ниточек если я правильно помню когда разбирала вот сейчас 2 очика у меня идет и останется еще 2 вот и что хотел сказать вот эта нитка которая идет в бленде она очень часто рвется перетирается я конечно когда их совмещаю вместе эти две нитки я их разрезаю пополам чтобы они были покороче но все равно она не очень хорошая эта нитка и вот эта красная по моему я тоже рвалась перетиралась не люблю когда перетираются нитки рвутся вот ну что делать это древний древний набор поэтому здесь вот такая история с нитками все остальные в принципе нормально может быть потому что она это нитка в бленде с металликом металлик пожестче может быть поэтому они трутся друг от друга и поэтому перетирается поэтому может быть такой факт вот ниточки пока все есть всего хватает пока ну и я то пока еще конечно к половине то не добралась но я уже близко к половине процесса вот половина у меня будет вот здесь вот я уже совсем-совсем близко к половине работы ну первая половина не такая насыщенная вторая будет больше насыщенная здесь и крылья и инструмент и нимб и больше бэкстича будет вот но я жду этого момента когда начну вышивать уже руки инструмент ангела и знаете вот эти вот ангел они конечно очень очень затягивают это вышиваю она вам уже мечтаю вот такие мои новости на сегодня покажу что буду вышивать сегодня сегодня хочу начать вот эту мельницу потому что она у меня в планах несмотря на то что вот этот процесс меня очень-очень увлек но мельницу тоже мне нужно начать сделать хотя бы какой-то старт не показываю вам материалы потому что ну там без изменений я еще не делала ни организацию ничего это буду делать вот вот сейчас разберусь с какими-то домашними делами и быстро быстро за вышивку очень уже соскучилась хочется мне что-то повышевать обычно я начинаю с правого нижнего угла ну либо с левого я вижу что в правом углу очень много будет так разбросанных крестиков да не одиночек ну такая россыпь ну а в целом вот только этот участок наверное более нагруженный все остальное тут полукрест поэтому я надеюсь что я вывышью эту красивую работу достаточно быстро и надеюсь все даже и оформить потому что на подарок как я и сказала ну что это на сегодня все новости у нас начинается жара и конечно же как-то непривычно у нас зима это была такая холодная мы намерзлись весна тоже такая затяжная у нас и дожди и ливни и температура тоже падала вот сейчас начинается уже жара к 36 обещают на этих выходных вот посмотрим как как я буду переживать эту температуру ну что мы привыкли кондиционеры все есть поэтому все будет нормально и так отправляясь вышивать и увидимся в следующем включении и так перейдем к продвижениям за вчера что я вышивала я взялась за моего ангела мелодии очень мне сейчас нравится этот процесс 18 каунт вот ниточки димуэншенс хотя есть несколько цветов которые капризные но в целом как бы процесс мне очень нравится и к тому же работа уже тут идет к половине поэтому у меня сейчас настроение продолжать вышивать эту работу за вчера я вышила немного но кое-какие есть продвижение вот здесь я вышла красный кафтан часть правой стороны дальше вышла вот этот цвет это blend сделала такие ограничения чтобы мне было легче ориентироваться и внутри два цвета которыми нужно заполнить вот этот участок конечно было побольше я уже тут повышевала осталось вышить тут совсем чуть-чуть и дальше я переброшусь опять на красный кафтан с левой стороны вот здесь видите как здесь эту юбку мне бы хотелось на этой неделе вышить эту юбку вот для меня была бы это прекрасная норма ну как будет получаться дальше нужно будет сделать бэкстич опять же вот эти звездочки обшить все что будет у меня в поле зрения в досягаемости я буду конечно же сразу бэкстич выполнять нужно больше бордюр может быть повышевать посмотрю как будет получаться бэкстич какие-то вот детали я постоянно стараюсь сразу выполнять бэкстич и бордюр продвигаю ну и самое главное юбку хорошо идет вот будем надеяться что будут хорошие продвижение в мае есть еще у денечки мы еще не закончился но потом скорее всего в июне поставлю на завершение эту работу потому что чувствую что пришло ее время вот есть настроение так это у меня процесс то что я вчера чуть-чуть повышевала есть у меня еще процесс которым я занималась вчера вот такой сумочки хранится у меня теперь этот новый процесс видите поначинала говорила начать начать уже поначинала так где картинка все тут сразу материалы вытаскивались рт о вот такая вот мельница так называется мельница поэтому смотрим что у меня тут с мельницей с моей что получилось так организация вот такая вышиваю как вы видите на пальцах обычных деревянных схемка вот она бумажная я уже ее 3 сначала она была полностью полная целая но так нужно все время поглядывать в ключ такой знаете очень насыщенный я очень недолго думала отрезала вот сделала организацию для игл потому что тоже есть часто смена нитки здесь дубков все просто вот поэтому по организации в общем то все все просто и вот то что я вышила за вчерашний вечер ничего то я заскучала может потому что часто меняется ниткой либо потому что меня очень сильно сейчас влекет к себе ангел тем не менее вот есть такой вот небольшой старт и потихонечку буду вышивать работа маленькая как я говорила поэтому потихоньку потихоньку она у меня вышлется я здесь все себе разметила полностью чтобы мне было легче ориентироваться эти полностью практически вот в пяльца вся работа и вошла вот она будет такая небольшая 9 на 13 и как здесь крупные 14 поэтому я думаю что потихонечку я ее вы ищу вот такие у меня новости на сегодня отправляюсь дальше вышивать увидимся с вами как только будут у меня какие-то еще продвижения девочки мальчики хочу сегодня поделиться с вами своей большой радостью потому что оформление это всегда радость и праздник это редкое событие в нашей рукодельной жизни и вот сегодня у меня состоялось оформление нескольких работ во первых хочу показать вам вышивку по набору фирмы ланарта любящие сердца эту вышивку я вышивала по моему в прошлом году и хотела найти парный набор вышить вместе и оформить но так случилось что одна из моих сотрудниц вынуждена переехала и я захотела сделать ей подарок на новоселье перебирала свой рулон думаю что можно подарить так чтобы подошло и вот эта работа мне кажется подходит как нельзя лучше здесь такая пара но я так представляю себе что это скорее всего мама и малыш здесь мальчик вот они обнимаются любящий сердца у девочки как раз сыночек и я думаю что работа впишется и в интерьер и по настроению понравится ну а к тому же оформление получилось очень удачным так случилось что я выбрала несколько две вышивки из моего рулона и практически целый месяц я их возила в машине потому что как-то знаете не складывалось доехать до багетной мастерской она у нас в центре в центр ехать ну практически в центре туда ехать сложно всегда движение припарковаться сложно и вот знаете такие моменты они всегда очень сильно тормозят и мы как-то проезжали мимо моей старой багетной мастерской где давно-давно оформлялась она открылась что-то она была какое-то время закрыта сейчас открылась я заехал посмотреть что там есть они привезли много одного багета и я решила ну как бы посмотреть что есть подобрать мы очень быстро подобрали и я очень-очень довольна выбором оформлением все так быстро все так хорошо сложилось и как раз это багетная мастерская на по по пути на мою работу поэтому как бы мне в принципе оказалось очень удобно удачно все это классно вот такая получилась вышивка оформленная багет как видите здесь у меня просто багет без паспарту он вот такой вот многослойный с ну вот с такой золотой патиной вообще он был по моему зелененький и хозяйка багетного мастера мастерской мне его подкрасила в красный вот так вот и ну мне кажется вписался просто идеально я очень-очень довольна всем понравилось мужу багетчицы все кто видел всем очень-очень понравилось ну вот я немножко придерживающую эту работу чтобы снять это видео и передать уже непосредственно будущей хозяйки вот эта работа номер один перейдем к ко второй работе и вторая моя оформленная работа это набор фирмы чарим намыть частичная вышивка бисером называется тайная вечеря очень известный сюжет он есть практически у каждой фирмы и крестики и в гобелине и бисере но у меня в данном случае частичная вышивка и эту работу я вышивала уже много-много лет назад наверное лет пять назад все никак не могла оформить работа лежала и ждала своего часа потому что я понимала что хочу хорошее оформление вот там моей багетной мастерской и ассортимент знаю и как-то мне не хотелось оформлять то что там было тем более уже есть у меня такой не очень удачный опыт с оформлением спиридона травифутского его нужно будет переоформить кстати вот и поэтому эта работа все лежала лишь до лежала дала своего час она вот для меня была как-то как особенная да потому что здесь и ну и сюжет такой требующий внимания особенного ну и сама вышивка очень интересная много деталей интересных бисер бусины вот и я думаю что не зря она пролежала столько лет она все-таки дождалась своего оформления вот так мы оформили в начале когда багетчица мне предложила вот такой красный паспорту я очень сильно за сомневалась но как только она приложила образец и вот эту раму вот знаете мне понравилось обычно я как-то так скромно оформляю но в данном случае мне кажется очень удачно все сложилось работа требует какой-то яркости и вот такое яркое паспорту и вот такой багет он с углублением может быть не совсем традиционный для икон но он сюда очень хорошо подошел мне кажется получилось очень удачно ну нам всем понравилось вот что еще хочу сказать по поводу этой вышивки оформления вы видите я немножко попозже сниму телефон нас штатива вам покажу и багет и какие-то детали вот так как естественно простое стекло у нас нет музейного все бликует и ну я старалась как-то найти какой-то ракурс где можно более-менее без леков показать но вот в таком положении сейчас вам показываю потом чуть-чуть поближе покажу вам как смотрится смотрятся какие-то детали конечно я снимала и не раз эту работу показывала все детали может быть кто-то не хочет искать или ну как бы есть новые подписчики поэтому я еще раз покажу какие-то детали немножко о самом наборе так как и сказала чарим на мыть это набор был премиум класса такой достаточно большой что мне понравилось в этом наборе очень красивая композиция очень качественная печать вот за столько лет не лики ничего не потерлась не испортилась вышивка здесь на и простейший вышивается тамбурным швом это значит набираем мы по три бисеринки на иглу и их пришиваем потому что здесь видите нужно выкладывать изгибы одежд такие вот волны поэтому такой вот способ здесь самое самое лучшее чтобы передать форму одежды изгиб одежды также здесь было много металлика использовался он в арках есть трубка бусины они пластиковые но неплохого качества что еще какие детали но это все самое основное рубка по краю вот что здесь еще есть бисер прециоза чехи очень качественные в общем набор на шикарнейший и если он вам попадется ну и вы хотите вышить такой сюжет даже не думайте берите покупайте вышивается легко и вы получите огромное удовольствие и от процесса и от результата вот такая у меня красота получилась я уже нашла местечко куда поставлю эту работу она будет стоять потому что у меня есть как-то называется как стенка да и там есть место для телевизора телевизора у меня нет много лет я вот везла на работу и не хочу дома держать вот а место как бы свободная там ниша и то фотографии ставлю то еще что-то и вот решила украсить это место все таки вот такими работами потом переоформлю с передона тоже туда поставлю ну вот буду как-то так вот украшать это место ну эта работа теперь будет одна из самых-самых любимых но наверное самая любимая очень очень нравится и еще мечтаю вышить от образа каменьев одну работу но пока собираю денежку вы знаете недорогие надеюсь к дню рождения что-то соберется вот такие новости но сейчас поближе покажу вам багеты какие-то детали и так смотрятся вместе две работы сейчас постараюсь вам поближе показать багет конечно сзади лампа стоит будет все табликовать но вот я буду так подносить телефон и собой закрывать какие-то блики поэтому я думаю что вы сможете хорошо рассмотреть вот рассказывала я вам про вот эти арочки очень красивые видите здесь металликом и плодная нить лэйзи дейзи бусины рубка вот здесь очень красиво украшен нимб иисуса христа и вот эти виноградинки смотрите лики как четко видны поближе вот видите очень четко видны лики сюда бы конечно музейное стекло ну если вдруг что-то у меня получится я стекло просто потом заменю оформление мне пока все очень очень нравится видите какой красивый бисер какие одежды стол как украшен грааль все святые потрясающе очень красивая работа рада и счастлива что смогла ее оформить так не красиво украшен иисуса видите очень красиво и второй багет так выглядит вышивка в акварельном стиле легко вышивалась все мне очень нравится вот такой вот багет видите интересный он сам по себе многослойный и вот где внутри красная там была синяя все это закрасила багетчица сделала в тон цвет не можешь художник сама она как бы знает умеет рисовать поэтому подобрала хорошо в тонны и все вот так вот прокрасила получилось вот такая красота шикарно мне очень нравится вот мне очень нравится поэтому и надеюсь понравится и мои девочки вот всего отчиталась показала и теперь отправляюсь теперь наверно покажу вам вышивку есть что показать да и так переходим к вышивке во первых хочу показать вам продвижение по моему ангелу мелодию димэншенс рождественская коллекция ну и посмотрите как продвинулась и вообще преобразилась моя работа я как и говорила работала над красным кафтаном вышивка шла просто весело и интересно в принципе быстро справилась с крестиками но потом начался бэкстич вот в красное кафтане я вышила полностью бэкстич потом здесь вот складки я до вышивала он также работала вот с этими вкраплениями звездочками не вышивается здесь бэкстич в два цвета идет какие-то звездочки чуть светлее вышиваются какие чуть темнее ну и вот такая знаете кропотливая работа закрепи ниточку выше опять открепись и кто-то вот одиночные крестики их нужно вот так тоже вышивать и вот тут чуть-чуть у меня еще осталось не вышито не бэкстич не ну не бэкстич по юбке и бэкстич по вот этим звездочкам потому что они у меня были под киснапами и не было доступа но над этой стороной я хорошо поработала и даже я немножко перешла на музыкальный инструмент вот сделала первый такой набросок крестиков что еще сделала до вышивала бы сече вот здесь такое место которое из постоянно забывала ну и с правой стороны тоже чуть-чуть я вышила вышивала не вышла нет просто вообще чего здесь выше ла больше я здесь крестики не вышел она только вот здесь я чуть-чуть продлила плюс бэкстич вот лента лету тоже вышила бэкстич стали здесь вот тут кусочек вот тут кусочек все остальное уже вышила в принципе знаете так неплохо подросла работа и что я думаю я хочу сейчас перейти на самого ангела вышить музыкальный инструмент кофту лицо да все и дальше уже крылья потом буду вышивать все остальные орнаменты хочется чтобы уже ангел был вот орнаменты это уже мне будет уже на завершение ну там лента какие-то отделочные работы вот сейчас хочется вышить прямо самого ангела уже будет работа ну как бы радовать даже в процессе но сейчас мне все нравится вам хочется уже вышить ангела к тому же тут осталось уже вот совсем чуть-чуть чуть-чуть перейти небольшой участок и будет у меня мой ангел очень затягивают вот эти ангелы вышиваются нелегко приятно и вот я вышиваю его уже вам говорила вышиваю этого ангела и думаю уже о следующем ангеле потому что у меня там и наборы подкупленные и съемки собранные я вам пока не показываю потому что и сама буду дразнится хотя может быть вам покажу в следующем видео когда вот выше вот этого ангела лицо в смысле лицо руки все тогда покажу вам какие у меня еще ангелы ждут в очереди я их периодически достаю смотрю там парочку нужно мне еще укомплектовать вот такая у меня работа ждет но по данной вышивки у меня полная идиллия расставаться с ней не хочется я прям себя еле-еле так сказать оторвал от этой работы потому что нужно было начать панную землю отчитаться в сп там я вышила минимум и наверное вот сегодня вечером я тоже буду вышивать эту работу мне прямо горит и вот такое вдохновение терять нельзя потому что вот эти работы вышиваются именно на вдохновение просто вот потому что надо у меня они на самом деле плохо вышиваются поэтому я серии вышиваю очень очень долго вот я бывает загорюсь начну вышивать если я отвлеклась то потом все вернуться мне к чему-то очень сложно я уже начинаю вышивать что-то другое вот этот запал горит интересы попробовать и выше другие сюжеты столько всего интересного поэтому нужно себя вот этот это вдохновение ловить себя как-то организовывать и продолжать вышивать поэтому наверно сегодня я буду подводить итоги до сегодня на что 28 мая суббота подведу итоги этой недели покажу вам что как вышивалась и ну сразу вам озвучиваю мои планы на следующей неделе потому что на следующей неделе у нас и месяц заканчивается но рука день неделя все равно будет идти поэтому сразу вам озвучу что буду на следующей неделе вышивать меня план вот так вот вышить ангела это по этой работе давайте посмотрим другие мои процессы так и следующий процесс который я вышивала только вчера вчера у меня был вообще не вышивальный день занималась домашними делами вообще какая-то была уставшая и практически не вышивала хотя было время мне хотелось просто посмотреть какие-то фильмы как говорится поваляться вот ну по крайней мере старт сделан мне не очень нравится то что опять я начинаю вас таких вот барашков не хотелось бы уже других каких-то цветов барашки так барашки будем идти по плану и вот они мои продвижения самом деле вы видите тут буквально там крестиков 200 300 сколько здесь около 300 крестиков да это чисто вот норма отчитаться по сп начинаю я вот с центра с снизу и вот тут вот я так вышивала периодически делки это себе пометки потому что я счета ворона отвлекаюсь могу ошибиться вот и вот тут у меня тут намечаются барашки вот пока планирует работу вышивать по крайней мере какой-то минимум 200 300 500 крестиков неделю хочу дошить ангела потом я опять вернусь и буду очень так вот активно активно вышивать и работать над этим дизайном вот такие у меня новости на этой неделе буду завершать эту часть ну и сегодня мы сможем поедем на нашу балконные сада огород нам нужно там сделать полив подвязку все растет все бушует и сделала туда вам еще включение покажу как продвигается наши сада огородные там дела успехи а на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч всем пока пока приехала я к нам на работу суббота сегодня не рабочий день мы просто приехали потому что нужно сейчас полить подвязать купила я специальные палки такие высокие пластиковые буду сейчас делать подвязку посмотрите какая здесь красота все бушует помидоры такие высокие здесь у меня салат растет вот этот салат проредить сейчас надо будет что-то сделать не знаю так что будем смотреть морковка морковка вот она растет помидоры видите какие помидорчики высокие а здесь вот огурец этот уже во всю усы пускает цветет сейчас срочно подвязывать люди все цветут это уже с огурцами уже завистью стоит смотрите где-то огурчик так у нас там не заправка шума вот уже огурчик есть так а здесь здесь вот огурчик есть так интересно помидоры еще не цветут видите что творится здесь у меня это редиска я ее очень густо посеяла вот такое здесь вот происходит не знаю что делать нужно будет проредить наверное чересчур так здесь вот еще помидоры тоже мы подвязали вот такие короткие были у нас палки нужно будет еще подвязать и морковка ну тут что-то совсем морковка не очень засохла сейчас будем все поливать оживлять вот такая вот красота у нас здесь очень шумно ну что поделать проезжая часть плюс внизу заправка покажу вам как прошла наша работа вот такие вот красивые огурчики огурчики подвязаны и уже я вам уже показывала уже есть завязи есть огурчики вот видите какие они красивые помидорки наши здесь такие тоже высокие красивые пока еще не цветут но уже набирают силу вот здесь у меня все-таки проросли кабачки которые очень долго не прорастали и сидели но вот они уже повылазили морковка салат это я уже порезала его потому что сильно много сидим вот ну и такие вот помидоры высокие красивые пушистые очень здорово ну что вот такие вот садово-огородные здесь у нас дела буду держать вас в курсе как что здесь растет